Всем привет! Меня зовут Малышев Николай. Я работаю в компании DataArt. И сегодня я предлагаю поговорить о внедрении новых идей в проекты, о новых технологиях. Но есть несколько обстоятельств, о которых вам нужно знать. Первое – это то, что сегодня пятница, и сразу за моим докладом будет кофе-брейк, поэтому я постараюсь вас сильно не напрягать и говорить о простых вещах. О простых, но интересных. Второе – этот доклад я читаю первый раз. Вы первая аудитория, кто его увидит. И я очень волнуюсь. Поэтому я буду ходить и пить воду. И третье – это то, что доклад новый, и мне очень интересно ваше мнение. Поэтому я буду задавать много вопросов. И чтобы не терять динамику, я буду повторять ваши ответы, но не для того, чтобы лучше их понять, а для того, чтобы они остались на записи. Вот три правила, которые вам нужно знать. Но перед тем, как мы приступим к докладу, я хотел бы поделиться с вами одним наблюдением, которое я сделал примерно 5-6 лет назад. Вот оно. Так, извините. Вот так, наверное. Кто-нибудь знает, что это такое? Правильно, это iPhone. Ну, если точнее, это первое поколение iPhone. Сделан был в 2007 году. В то время революция. Все телефоны были кнопочные. Это первый телефон, на котором все передняя панель занимает экран. Его очень удобно можно использовать. Можно нажимать кнопки и звонить. Можно смотреть видео и так далее. Революция. Описание в популярных журналах пестрят заголовками о том, какой прорыв сделал Apple в дизайне мобильных телефонов. А вот это, кто-нибудь знает, что такое? Есть идеи? Это не первый сотовый. Но это, да, сотовый телефон. Это IBM Simon. Этот телефон очень похож на то, что я раньше показывал. Тоже вся панель передняя занимает тачскрином. Тоже есть одна кнопка. Вот она. Тоже есть приложения, есть иконки. Можно даже запустить, можно звонить, можно отправлять почту, можно запустить даже графический редактор и порисовать. Очень похоже. Вот на это. Согласны? Вопрос. Какой год? Есть идеи? 98. Еще? 2002. Смелее. Какой? 2000-й. 2000-й. 89-й. Так, между 89-м и 98-м. 1994-й. За 13 лет до того, как был сделан iPhone. iPhone мы помним, мы знаем, это революция. IBM Simon. По-моему, никто не назвал его название, да? Почему так получается? Те же самые идеи, сделанные раньше, о них никто не помнит. Одно и то же, тачскрин, полный экран, приложение, сделано чуть позже, о них все знают, это революция. Есть идеи? Потому что среды. Нет, нету среды, дизайн плохой. Еще? Реклама. Это был кредер продукт, очень дорогой. Дорогой продукт. Готовность и аудитория. Готовность и аудитория. Соглашусь со всеми ответами. В общем, если это все сформулировать, идея была отличная, но была подана не своевременно и не совсем в правильной упаковке. Не соответствовала цена, таргеты аудитории и так далее. Так вот, сегодня мы будем говорить о том, как упаковывать, как продавать идеи так, чтобы они становились айфонами, а не IBM-ами Саймон. Так, я все путаюсь, извините. Вот, хотел бы вас спросить, когда-нибудь кто-нибудь из вас сам произносил или, может быть, слышал такую фразу? Вот кто слышал, поднимайте одну из этих фраз, поднимайте руку. То, что мы используем, устарело пять лет назад. Это совершенно невозможно поддерживать. Заказчика интересует только новый функционал. Он нас не слышит. Я хочу другой проект, наконец. Так, у нас так, так. Ну, по-моему, где-то процентов 40 людей подняли руку. Ну, раз так, значит, вам будет интересно. Давайте попытаемся разобраться, почему это происходит. Почему, как бы, у нас есть классные идеи, мы знаем, как улучшить проект, но почему-то заказчик нас не слышит. Давайте для начала разберемся, как мы продаем идеи, как мы их преподносим заказчику. Ну, вот то, что я слышал и вот видел в переписке, вот это все реальные кейсы, которые я взял из имейлов, из скайп-чатов и так далее. Мне программисты и темлиды говорят, нам необходимо внедрить автоматизированное тестирование. Срочно нужно проапгрейдиться до Java 1.8. В соответствии с методологией нам нужно применять такие-то методы. Требуется остановить, и самое вот любимое, требуется остановить разработку нового функционала на три месяца для рефакторинга ядра. Давайте вот на секунду представим, что мы заказчики, проведем такой мысленный эксперимент и подумаем, вот что думает заказчик, как отвечает себе заказчик на вопрос, кому это надо. Есть идеи? Вот кому вот нужно вот это все, Java, Extreme Programming и так далее. Программистам. Правильно. Ну, я чуть широ взял, как бы инженером. Правильно. А теперь следующий вопрос. А кто за это платит? Заказчик. Вот корень проблемы, почему не удается внедрить новые, интересные, классные технологии. Потому что заказчик, потому что тот, кто платит за внедрение этих технологий, тот, кто принимает решение, не понимает, зачем это им нужно. Поэтому в первую очередь нам нужно проверить, приносит ли вот то, что мы хотим привнести в проект, приносит ли это пользу заказчику. Нас попросили не брать картинки из интернета, поэтому вот как смог. Есть хорошие новости здесь. Значит, первый шаг мы проверяем, приносит ли пользу заказчику наша идея. Ой, извините, пожалуйста. Раз, раз, получается, да? Отлично. Продолжаем. Значит, первый шаг проверяем, приносит ли наша идея пользу заказчику. Как вы понимаете, варианта может быть два. Приносит, не приносит. Но, как бы, приносит, что делать понятно, разбираемся дальше. Не приносит, грустим. Есть хорошие новости здесь. Новая идея и новые технологии, они потому идеи и технологии, что делаются для того, чтобы что-то ускорить, где-то снизить затраты, что-то улучшить, где-то повысить, что-то растянуть и так далее. Поэтому, скорее всего, если вы об этой идее думаете, то, наверное, она пользу заказчику принесет. А если вы провели вот этот вот мысленный эксперимент, провели анализ и выяснили, что заказчику и проекту эта идея не приносит никакой пользы, то к вам придет успокоение. Потому что, ну, воду в решете носить неохота никому, да? Глупостями заниматься неохота, делать то, что не нужно, неохота. Правильно? Поэтому в любом случае будет счастье. Либо идея нужна, либо есть спокойствие. И можно искать другие идеи, которые точно нужны. Дальше. Дальше мы определили, что идея заказчику нужна, но нам нужно каким-то образом эту информацию до заказчика донести. Если будем говорить, как раньше, там, нужно, там, зарефактить ядро, потому что у нас есть технический долг, ничего не получится. Нужно идею упаковать таким образом, чтобы заказчик нас понял. Заказчик, как правило, мыслит категориями стоимость, деньги, сроки и так далее. Поэтому для того, чтобы заказчику стало понятно, нам нужно наши преимущества идеи, которые мы видим, перевести на язык заказчика. Ну вот я написал, например, уменьшает затраты. Внедрение этой идеи уменьшит затраты на тестирование, например. Какие еще вы видите возможные для заказчика преимущества? Скорость запуска. Выход на рынок. Что еще? Увеличение прибыли. Прекрасно. Что еще? Привлечет больше людей. Расширение пользовательской аудитории, в итоге привлечение прибыли. Отлично. Ну вот я постарался. Идеи может быть масса разных, но вот наиболее чаще всего встречаются четыре. Уменьшает затраты, увеличивает прибыль, ускоряет выход на рынок, улучшает качество. Что дальше? Значит, перевели преимущество на язык заказчика, продолжаем упаковку. Если вот мы просто придем к заказчику и скажем, вот наша классная идея, она у тебя уменьшит затраты, скорее всего, результата мы не добьемся, потому что следующий вопрос заказчика будет, сколько это стоит. Потом он спросит, какие риски. Потом он спросит, какие альтернативы. Почему? Потому что не вы, а именно заказчик вкладывает деньги, и он хочет знать, что прежде чем вкладывать в каждую копейку, он должен знать, что эта копейка будет разумно использована, что вы обо всем подумали, все учли. Поэтому при упаковке идеи обязательно нужно иметь, и в тот момент, когда вы идете к заказчику или к проект менеджеру, обязательно нужно иметь в голове ответы на эти вопросы. В чем польза, каковы затраты, в чем риски, какие альтернативы. Упаковали. Упаковали, пришли, вроде все объяснили, но идея не проходит. Почему? Может быть неправильно выбрано время. Правильное время сильно зависит от цикла проекта, и вам тут виднее. Но обычно неправильное время – это сразу перед релизом или сразу после релиза. Перед релизом мы фиксим баги, заказчику не до этого. После релиза заказчик общается с восторженными журналистами, делает какой-то маркетинг, ему тоже не до этого. Хорошее время – это ретроспектив. Ретроспектив – это такая активность, которая предназначена для того, чтобы собрать новые идеи и поводумать, можно ли их внедрить. Дальше. Выбрали время, упаковали, пришли к заказчику, а решение не принимается. Почему? Неправильный человек. Нам важно найти человека, у которого есть авторитет и полномочия принять решение по вашему вопросу. Нам нужно искать decision-maker. Как вы понимаете, бывают два случая – decision-maker и не-decision-maker. Часто это все просто. А иногда бывает так, что не-decision-maker стесняется сказать о том, что он не-decision-maker и вводит вас за нос. Вы приходите к нему, он не принимает решения, куда-то вас отправляет, и так происходит постоянно-постоянно. Выяснить это можно достаточно легко. Если в течение двух-трех итераций человек не говорит ни да, ни нет, а задает какие-то новые вопросы, скорее всего, он маскируется. Скорее всего, он не принимает решения, и надо поискать кого-то другого. Итак, находим правильного человека. Дальше. Бывает чаще всего… Я думаю, что все из нас знают такое правило в инженерии, что если что-то работает, то лучше этого не трогать. Поэтому даже если у вас гениальная какая-то идея, которая должна сократить скорость тестирования в два раза, но в принципе и так все нормально, ребята справляются, продукт хорошего качества, вроде мы вовремя выходим, то, скорее всего, к вашей идее отнесутся без особого внимания. Поэтому нужно создать у заказчика ощущение проблемы. Но я вижу, вы смеетесь. Это не значит, что мы создаем ему проблему какую-то, что-нибудь там ломаем или еще что-нибудь. Нет, я вас не призываю. Мы открываем глаза заказчика на то, что у него есть проблема. Как это делать? То есть ничего нового мы не создаем, мы просто информируем. Как мы это делаем? Во-первых, можем поделиться своей болью. Прийти к заказчику. Чаще всего они к нам хорошо относятся. Прийти к заказчику и сказать, вот мы переживаем, поскольку тратим очень много времени на решенное тестирование, а могли бы потратить все это время на разработку новых фич и так далее. Короче, поделились болью. Или рассказываем ему об упущенной выгоде. Если бы у нас было автоматизированное тестирование, мы бы смогли выпускать версии гораздо быстрее, и быстрее бы реагировали на изменения рынка или на новые требования пользователей. Круто. И вот после того, как мы рассказали про проблему, мы не сразу бросаемся эту проблему решать. А вот смотри, вот тут мы сразу вот… есть такое решение. Нет, так мы не делаем. Мы ждем, пока осознание возникнет у заказчика, проблема вызрит. Мы какое-то время ждем. Как понять, сколько времени ждать? Ну, самый идеальный случай – это когда заказчик сам к вам приходит и говорит, слушай, ты знаешь, есть проблема, мы вот много времени на наручное тестирование тратим. Вот. После того, как вы с ним поговорили и то же самое сказали, ну, где-то через недельку он приходит и сам это вам говорит. Все. Вы идею продали. Дальше надо просто чуть-чуть доупаковать, и все готово. Если этого не происходит, можно там через недельку-две сходить к нему и спросить, ну, как ты думаешь про вот эту ситуацию? Вот. Если он начинает кивать, значит, тоже вы на правильном пути. Короче говоря, создаем ощущение проблем. Но не проблему создаем, внимание, а именно ощущение. Дальше. Лучше один нас увидеть, чем сто раз услышать. Соответственно, ой, я что-то не то нажал. У нас проблема. Мы создали ощущение проблемы вот сейчас, да? Вы видите, да? Вы ощущаете заказчиком себя. Вот. Проблема решена. Чувствуете радость, да? Вот она пришла. Вот это вы будете давать своему заказчику, да? Ощущаете. То есть вот была проблема, все было плохо, это бац, радость. Нет проблемы, нет радости. Хорошо. Значит, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если у вас есть возможность что-то дать заказчику пощупать, ну, например, внедрить вот эту вашу технологию в каком-то маленьком кусочке проекта и показать, вот, смотри, как это классно. Или сделать какую-то демонстрацию. Или показать, как у другой команды сделано примерно то же самое. Все, что он может ощутить как-то вот кроме ушей чем-нибудь, все играет на пользу. Поэтому, если есть возможность, устраиваем демонстрацию. Дальше. Дальше обязательно тренируемся. Вот если вот вы все эти вот шаги проделали у себя в голове и никому ничего не рассказываете, приходите к заказчику, то, скорее всего, вы попадете в просаг. Потому что у всех, все мыслят по-разному. Вот. И, скорее всего, он начнет вам задавать такие вопросы, о которых вы даже не подумали. Поэтому лучше всего собрать коллег, вот, стать примерно, как я стою, вот, и попросить их покритиковать вашу идею. Или поиграть с заказчика. То есть вы приходите, вот, выбираете какую-то коллегу заказчиком, или нескольких, приходите к ним и пытаетесь уговорить на эту идею. Вы удивитесь, как много интересной информации, как много интересных замечаний они вам дадут. Переработаете потом вашу подачу и с большей вероятностью сможете эту идею внедрить. Так, все время я путаюсь. Ага. И, наконец, немножечко реализма добавим сюда. С первого раза очень редко, когда идея внедряется. Обычно два, три, четыре раза, иногда никогда. Поэтому проявляйте настойчивость. С первого раза вряд ли что-нибудь получится. Давайте все просуммируем. Значит, что мы делаем? Во-первых, мы проверим идею. Действительно ли она нужна заказчику? Второе. Находим, кто принимает решение. Третье. Делимся с ним проблемой, создаем ощущение проблемы. Четвертое. Упаковываем. Пятое. Тренируемся. Шестое. Выбираем время. Идем. Не получилось. Проявляем настойчивость. Все повторяем с самого начала. Все? Есть вопросы? Да. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Хотелось бы понять, что любой аудитория, кому вы рассказывали? Кто этот человек? Спасибо большое за вопрос. Потому что, мне кажется, это базовые вещи для руководителя проекта. Без них он просто ничего не может делать. Абсолютно верно. Сейчас спасибо за вопрос. Я хотел вот эту душедирающую историю рассказать вначале, но забыл. Я вообще вот это все сначала планировал рассказывать девелоперу в другой секции. Но так получилось. Я был в командировке. Как-то вот посмотрели. Там он менеджер, тут менеджеры. Как бы вот давайте это менеджером расскажем. Я подумал, окей, хорошо, я буду здесь. И я считаю, что для девелоперов это очень полезно. Но и для менеджеров это полезно. Потому что, в принципе, девелопер сначала приходит к менеджерам. И вот эти самые менеджеры вот так это все упаковывают. Я не знаю, в моей практике у тех, кто там, у начинающих менеджеров, может быть, 2-3 года опыта, вот такой картинки еще нет. Вот она появляется там чуть попозже. Но я с вами согласен. Я даже предупреждал вас, я не буду говорить вам ничего суперсложного. А вот продолжение как раз менеджерского трека, да, вот этого менеджерского толкования, да, вот этой тематики. Ну вот смотрите, все так, конечно, это абсолютно правильно, да, то есть это действительно очень как бы логично. И идентификация проблем – это ключевая вещь, так сказать, продажа, так сказать, продажи проекта заказчику, да. Но как вот отнесетесь к такой ситуации, с которой вот я сталкивался, ну, приходилось сталкиваться, когда мы говорим о работе с крупными, очень крупными государственными компаниями, да, в которых очень сильный IT, очень сильный IT. Которому, ну скажем так, который по своему репутационному статусу, он настолько сильный, настолько заоблачно сильный, что когда вы приходите и говорите, знаете, вот у вас есть проблема, вам отвечают, говорят, у нас нет проблемы. Вот, и даже вы, так сказать, как бы не думайте, что вот как бы наш уровень такой, что как бы вот там у нас не может быть этих проблем, да, то есть как бы они все, это естественно так, потому что там бюджеты закладываемые, технические решения, они действительно очень сильные. Вот как, ну, проблема объективная, естественно, понимаем, что это лукавство, так сказать, в том или ином виде, так сказать, как бы, как эту ситуацию вы бы разрулить предложили? Ну, то, что я рассказываю, оно скорее для того, чтобы удовлетворить потребности, внутренние потребности проекта, да, то есть вот проект существует, есть разработчики, они немножко недовольны тем, что можно работать эффективнее, и они вот, используя этот фреймворк, пытаются провести свою идею. То, о чем вы говорите, в принципе, для того, о чем вы говорите, это тоже можно применить, но там есть свои особенности. Например, нужно очень четко понимать, кто такой государственный заказчик. Нужно выделять, там будет не один вот decision maker, там будет их несколько, и у всех будут разные приоритеты. Важно построить карту decision maker. У российских государственных заказчиков есть определенная особенность, они чиновники, как правило, и это надо учитывать. То есть, например, для них важна, вот эффективность труда не всегда важна, вот, эффективность инвестиций не всегда важна. Часто важен пиар какой-то, например. То есть, здесь, вот то, что я рассказываю, предполагает, что вы работаете с заказчиком, для которого важна эффективность, снижение цены. Вот все вот эти вот параметры, которые я приводил на шестом, кажется, слайде, да. Для государственных заказчиков эту схему надо перерабатывать для того, чтобы учитывать их приоритеты, и они другие. Вот. Я знаю, что есть очень хороший семинар. Вот я не помню. Если вы мне оставите свой email, я вам пришлю семинар о том, как работать с государственными заказчиками. В общем, там примерно такая же схема используется, но есть, но применяется свои особенности. Ваня, Иван, я не помню, как зовут его, читает этот семинар. Вот. Если интересно, можно так и сделать. Здрасте. Скажите, попадали ли вы в ситуацию, когда decision maker по каким-то причинам недоступен? Ну, например, начальник вашего начальника, и напрямую к нему идти как-то не очень правильно. Вот что в такой ситуации посоветуете, какая стратегия, на ваш взгляд, там наиболее оптимальна? Ну, это очень сложная ситуация. В первую очередь, надо бы пытаться получить доступ к этому decision maker. Вот. Если это не получается, то нужно… Ну, вам… Скажем, ну, вы представляете себе, вот если бы вы стояли вот здесь вот, я бы хотел, чтобы вы взяли вот эту бутылку и передали бы мне, и двигал, и как бы не сам эту бутылку брал, да, а вашими руками двигал ее, вот это я делал, да? Вот примерно в такой… Вот в ситуации, которую вы описываете, вам придется делать то же самое. То есть вам нужно найти человека, который доступен вам, который имеет доступ к этому decision maker. Разобраться в его приоритетах, в его задачах, что ему надо. У всех как бы разное совершенно. Может быть, ему надо как-то проявить себя для карьеры и так далее. Перепаковать ваше предложение таким образом, что оно, оказывается, еще его задачи решает, через решение задач decision maker, понимаете, да? То есть вы приходите к нему и говорите, вот, допустим, вот чиновник. Вот, вы знаете, Аркадий Петрович, чиновникам очень важно, Аркадий Петрович, вот это вот имя, отчество, ни в коем случае нельзя говорить Аркадий, просто как у нас в IT принято, да? Аркадий Петрович, значит, мне кажется, что там, ну, например, можно сказать, что вот в соседнем регионе внедрена единая система учета чего-то там такого, вот. И мне кажется, что если мы не подумаем об этом сейчас здесь, то нам поставят этот регион в пример, и нам придется там выполнять вот эти вот все поручения и инструкции, которые будут там созданы. Вот, вы не хотите ли, а вот еще скоро переизбрание, может быть, имеет смысл подумать о том, чтобы не отставать от этого региона, и вот, как бы, я как раз разрабатываю такую вот систему, например. Вот что-то в этом роде. То есть у вас получается, как бы, ваша идея упаковывается в две упаковки. Сначала для лица, с которым вы можете общаться, потом для лица, нет, сначала для лица, к которому это все адресуется, то есть через одного, да, а потом еще сверху для лица, с которым вы можете общаться. Вот, если это три упаковки, то можно даже не начинать. С двумя еще как-то что-то может получиться, но очень сложно. Да. Извините, да, вот этот вопрос. Можно. Хороший вопрос подняли по поводу обновить версию программного обеспечения. Джава, там, вы, конечно, понимаете, что если это продукт, ну, среднего объема, да, то есть там количество пользователей, большой функционал уже навороченный, то обновить версию программного обеспечения, фреймворк или чего-то там для такого продукта, оно вызовет остановку продукта на полгода, появление новых багов, ну, там, ускорение там, да, какое-то. Продайте эту идею, пожалуйста, как-нибудь, потому что всегда такое бывает. Хорошо. Давайте попробую продать вам эту идею. Вы, значит, заказчик, да, которому важен выпуск, своевременный выпуск новых версий продукта. Правильно я говорю? Хорошо. Действуем так. Ну, я иду сначала к девелоперам, выясняю, можем ли мы модернизацию разбить на части, маленькие. Вот, допустим, мне повезло. Точнее, ну, это всегда возможно, просто с первого раза девелоперы скажут мне, нет, нет, надо все только останавливать и снова пилить. Вот, но я их уговорил, и они смогли разбить модернизацию на части. И я знаю об этих частях. Затем, значит, я какое-то время жду, пока, ну, недолго, может быть, там, одну версию, и жду, и смотрю, как реагирует заказчик на выпуск версий. Ну, например, вот вы можете мне сказать, Николай, вот раньше мы версии быстрее выпускали. С чем это связано? Если вы приходите ко мне с таким вопросом, я в выгодном положении. Я вам говорю, это связано с тем, что за время развития продукта наша платформа несколько устарела. И мы можем вернуться к состоянию, которое у нас было туда раньше, если мы обновим эту платформу. Вот, вы мне скажете, но ведь обновление платформы потребует серьезных затрат и так далее. Если вы мне так скажете, тогда я вот на стол выкладываю, я вам говорю, что нет, вы знаете, мы поговорили с разработчиком, оказывается, это можно сделать поэтапно. И мы можем в каждую следующую версию включать вот такую задачу по рефакторингу, которая через 2-3 года приведет нас к обновлению платформы или еще чего-нибудь. Если вы мне такое не сказали, я попробую вам предложить, ну, я попробую знать, а готовы ли, например, вы отложить выпуск следующей версии, чтобы все сделать быстро и сейчас. Может, такое тоже может случиться, иногда такое бывает. Вот, я не очень хорошо ее упаковываю, просто потому что это требует больше времени, но примерно стратегия была бы такая, я бы разбил на кусочки. Не продали. Извините. Во-первых, потому что нельзя разбить на этапы обновления ядра, потому что это сразу весь функционал перестает работать при обновлении, да, поэтому разбить не получится, ну, мне так кажется. Во-вторых, выпустить новую версию продукта и сказать, что у нас новая версия Java на сайте, но функционал не появилось, клиенты не поймут. Я с вами согласен, мы так не будем делать. Прибыли нету, новая версия вышла, ну, непонятно все. Я согласен. Ну, вот в ту ситуацию, в которую вы избираете, здесь нужно больше времени общаться с вами, для того, чтобы понять, вот, ну, вы считаете, что, например, как заказчик, что обновление дра по чтям невозможно. Тогда бы, возможно, я предложил вам разработку параллельно новой версии продукта с постепенным переносом функциональности туда. Вот, может быть, действует как-то так. Вот так вот на митинге, на семинаре очень сложно прямо вот продать вам идею. Не так я хорош в этом, во всем, вот, не так натренирован, чтобы вам с первого раза это все сформулировать. Вот вы нам пытаетесь продать какие-то технические идеи и постоянно говорите о том, что нужно вот с коллегами обсуждать. Есть ли какие-то, все-таки здесь первично личное общение или можно какие-то технические идеи внутри компании внедрять? То-ду-листы, внутренние форумы, вот, что вот здесь более приоритетно? Я немножко не понял вопрос. Что дает эффективность больше? То есть, то ли я пришла к вам и сказала, вот, хочу обновить версию, да, это будет, там, не знаю, быстрее, лучше. Вы хотите сказать... Или я напишу вам письмо, выложу в форум, чтобы все видели, обсуждали, высказывали. Вот что лучше, личное общение собирать какие-то, вот, на ваш взгляд, совещания или именно технические какие-то средства и технологии? На мой взгляд, нужно и то, и другое, потому что вот средства коммуникации, которые вы рассматриваете, они имеют разные плюсы и минусы и для разных вещей используются. Например, если вам нужно быстро прояснить, какие основные приоритеты у того или иного человека, чего он хочет в этом проекте, то здесь лучше всего поговорить с ним. Если, например, вы хотите обсудить с ним, то есть, если вы хотите получить быстро от него информацию, обратную связь по поводу внедрения какой-то идеи, то тоже лучше всего обсудить. Но если, например, вы хотите зафиксировать, что в ходе обсуждения были приняты какие-то решения, допустим, да, и вы хотите их зафиксировать и убедиться в том, что обе стороны поняли одинаково, то лучше использовать письмо, например. Использовать ли звонок или личную встречу очень сильно зависит от того, что вы обсуждаете и с каким человеком. Если, например, у вас есть возможность, и это не очень затратно, то лучше лично встретиться, чем позвонить по телефону. И вот еще мне показалось, что в вашем вопросе было, как лучше внедрять изменения сверху вниз или снизу вверх, да, вот вы говорили о том, что должна инициатива исходить изнутри команды или, как бы, вот, и от менеджмента компании? Если я не могу лично интернет, то вы поймете, потому что есть, что мы не увидим, как это сделать, да, чтобы все видели, что я ее предлагаю, что настоящее, да, чтобы все видели и высказали свое мнение. У нас, например, есть, безусловно. И хороший, кстати, вопрос, говоря, вот у нас, например, есть веб-сайт, на который каждый сотрудник может написать, я не помню, как точно он называется, но каждый сотрудник может отправить на этот веб-сайт идею о улучшении компании в целом. Что бы он хотел? Ну, сейчас, правда, у нас в основном туда приходит идея не по улучшению бизнеса компании, а по улучшению инвалидов. Например, я хочу спортзал там или еще что-то, вот, но иногда туда приходят и интересные идеи тоже. Это вот раз. То есть, такие инструменты, они очень-очень полезны, потому что, особенно в IT-компаниях, девелоперы часто стесняются, вот, делиться своими идеями. Кроме всего прочего, очень помогают мозговые штурмы, вот, ну, они действуют там, эффективны в рамках небольшой группы, например, проектной группы. И если вы менеджер, то имеет смысл устраивать такие мозговые штурмы время от времени для того, чтобы давать возможность людям поделиться своими идеями. Потому что, в принципе, ну, во-первых, подумать об этом, дать себе время подумать об этом. Во-вторых, поделиться. И вот, когда люди чувствуют, что какая-то их идея заинтересовала и, может быть, даже внедрена в их проекте, у них там повышается мотивация, например. Вот, ретроспектива – очень хороший прием для таких упражнений. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Получается, у нас очень достаточно длинная во времени процедура донесения идеи и принятия решений. Потому что сначала какой-нибудь девелопер идет к Team Lead. Team Lead идет к Project Manager, у Project Manager какой-то свой руководитель. Потом это идет на сторону заказчика, потом ищется Decision Maker, потом все это обдумывается, потом уже выносится решение и отмашка дается, чтобы делать. Сколько по времени вообще растягивается этот процесс и как часто бывает такое, что за время этой всей процедуры идея уже устарела, не нужна и потеряла свою актуальность? Отличный вопрос. Зависит от того, как у вас устроена коммуникация в команде. Если, например, если мы следуем agile методологии, то и у нас все хорошо получается, и, например, заказчик у нас в команде, как участник команды, и мы с ним имеем возможность общаться ежедневно, то это все происходит достаточно быстро. Тем более при нужной тренировке вы знаете, как упаковывать идеи, что интересует заказчика, и, в принципе, один цикл от возникновения идеи у вас в голове до предоставления ее заказчику, если команда 7-8 человек, он может занимать неделю легко, не больше, может меньше занимать. Я понимаю, что у нас у всех разные совершенно команды, бывают ситуации, когда заказчик недоступен, например, в ежедневном режиме, можно с ним общаться только письмами, и очень редко, когда мы с ним имеем возможность встретиться лично. Здесь тогда может растягиваться на месяца, и действительно может возникнуть ситуация, когда либо команда потеряла интерес внедрению этой идеи, либо идея сама по себе устарела, такое возможно. Еще немного про decision maker. То есть это все-таки у нас цены действительно для девелоперов, а теперь вот предположим, что decision maker это вы. Вот как начнут, то есть мы все-таки руководители здесь, соответственно, поменяется ли что-то в вашем докладе, есть ли какие-то нюансы в этой ситуации? Если я decision maker, как менеджер, вы будете в такой ситуации часто находиться. На что бы я обратил внимание здесь? Что если от разработчика приходят идеи, что они вообще к вам пришли с какими-то идеями, то это большое благо. Идея либо сверху, да, но вы ее поддерживаете, либо она лично ваша. То есть, ну вот ситуация чисто... Я избалован работой в дата-арте. И у нас, если сверху приходит идея, и она мне не нравится, то у меня очень много возможностей. Нет, я понимаю, то есть ситуация такая более, чуть-чуть получше, да, то есть идея вам нравится. То есть вот идея там, ну, в принципе... А, я понял, значит, инициатива приходит не от разработчика, а от меня. Да, то есть представим, что этот доклад все-таки для менеджеров, а не для... Ну, отличный вопрос. Теперь мне надо ее продать. То есть я, как заказчик, тоже должен продать идею разработчику. Здесь все по-честному. Они мне продают, я им. То есть такое не меняется? Ничего не меняется. На технике все ничего не меняется. Но меняется, нет, почему не меняется. Меняется, вот я сейчас долистаю до этого момента. Вот у нас вот это меняется. Язык. Мы упаковку меняем. То есть вот если я, как заказчик, приду к разработчику и скажу, слушай, мы сэкономим 50 тысяч долларов, ну, вряд ли возымеет успех. Вот я к нему буду приходить с тем, что, например, слушай, мы больше не будем тестировать руками. Сейчас все заавтоматизируем. Вот примерно так. Ну, то есть фокус, ценность просто... Ценности меняются, остальное остается... А технология такая же. Да, да. Но тут еще вот я хочу обратить внимание на то, что это не связано с вашим вопросом, может быть, просто всплыву в голове, что если вы заказчик, то хольте или лейте вот эту инициативу. Если к вам пришел человек вот с идеей, это вообще редкость на самом деле большая почему-то. Вот если вам пришел человек с идеей, 10 раз подумайте, прежде чем указать ему на дверь. Найдите 100 объяснений, поговорите с ним, почему это сейчас невозможно, объясните все свои причины, переведите себя, то есть переведите свои аргументы на его язык. Но просто вот не отправляйте его никуда, потому что в следующий раз он, может быть, не придет, а это ваш бизнес. Потому что они же приходят к вам в итоге с тем, как снизить затраты и так далее. Спасибо. Большое спасибо. Давайте поаплодируем нашему докладчику. Все остальные вопросы можем задать в перерыве, в кулуарах. Вот сейчас перерыв. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ